Добрый день, дорогие друзья! Если вдруг напала хандра, тогда вам точно на концерты в Панораму. Хандра, как известно, боится ярких эмоций и острых ощущений, а этого спал на наших концертах. И я напоминаю, киноконцертный зал Панорама уже открыл продажу абонементов нового концертного сезона. И традиционно абонемент называется музыкотерапия. Главным и первым концертом этой программы будет встреча с уже полюбившимся тверским зрителем, вокально-хореографическим казачьим ансамблем «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают, коллектив каждый раз показывает яркие запоминающиеся шоу. И не перестаешь удивляться тому, насколько много и какие разнообразные программы у этого коллектива. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называются трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю коллектива удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой, людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить ты, Марина, казаченьку любишь? Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить казаченьку любишь? За годы существования коллектив не один раз занимал призовые места на различных престижных конкурсах. В репертуаре ансамбля «Белорусские, русские, украинские, народные и казачьи песни». Православные, духовные песнопения. «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии. Этому коллективу рукоплескали во многих престижных залах Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. По мнению белорусских казаков, «Народная песня» является наиболее объективным источником информации о жизни людей в разные периоды истории, отражая отчаяние простых людей, общественные процессы и отношение народа к этим процессам. «Баруся, раз, два, три, калы на жар, лявая девчина, в саду ягоду брова!» «Баруся, раз, два, три, калы на жар, лявая девчина, в саду ягоду брова!» Как когда-то сказал Уильям Шекспир, музыка глушит печаль. Я совершенно с этим согласна. До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы! Ни для кого не секрет, что все мы любим комфорт. А где, как ни в киноконцертном зале «Панорама» можно с комфортом посмотреть интереснейшие фильмы. Здесь все удобно. Парковка большая, зал большой, всем хватит места, кресла удобные. Опять же, экран самый большой в городе. Но и фильмы, которые транслируются, достойны нашего с вами внимания. Итак, в ближайшие дни вы можете посмотреть в киноконцертном зале «Панорама». «Крутые яйца 2». Бравый петух и его друзья должны спасти своих питомцев, которых забрали на гурбанское мероприятие в Африку. И чем закончится дело, можно узнать, придя в киноконцертный зал «Панорама», посмотрев интересный мультфильм. «Приплыли». Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы. Яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой. «Решала брат». Главный герой твердо решает начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр. И с этого момента ему приходится пускаться в бега. Вернувшись в родной город, он пытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала. Флэшбэк. Алекс Льюис – профессиональный киллер с репутацией. В какой-то момент пошел против фетра и теперь вынужден отбиваться от ФБР и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушать свой моральный кодекс. Ботан и супербаба. Стеснительный ботаник Иван, ученый из Сколково для встречи выпускников, крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы выдать покорного робота за свою жену. Он думает, что успех среди одноклассников теперь обеспечен, но есть одно «но». Какое? Можно узнать, посмотрев этот фильм в киноконцертном зале «Панорама».